Атаваихсан представляет Слёзы Мухаммада, саляллагу алейхи вассалям Годы летели быстро. Мухаммаду, саляллагу алейхи вассалям, исполнилось уже 12 лет. Он рос в окружении заботы и внимания домочадцев Абуталиба. Именно в те дни Абуталиб стал готовиться к путешествию в Сирию. Он собирался загрузить караван товарами и направиться вместе с ним в Сирию, где хотел продать их и на вырученные деньги купить подарки для детей. Узнав, что дядя уезжает, Мухаммад, саляллагу алейхи вассалям, опечалился. Ему не хотелось расставаться с дядей, заменившим ему мать, отца и деда. Глаза Мухаммада, саляллагу алейхи вассалям, наполнились слезами. Мальчуган забился в угол и тихо плакал, пытаясь скрыть от дяди своё настроение. Но разве можно было скрыть от зоркого глаза Абуталиба слёзы? «В чём причина слёз твоих, душа моя?» – спросил дядя. Мухаммад, саляллагу алейхи вассалям, вытер глаза и, взглянув на дядю, сказал, «Ты меня оставляешь, дядя, но на кого? Разве есть у меня отец и мать?» Тронули эти слова Абуталиба. Но как мог он уехать, оставив Мухаммада, саляллагу алейхи вассалям, в таком состоянии? И он принял решение взять мальчика с собой. Родственники были против, говоря о жаркой погоде и опасностях странствия. Они боялись, что Мухаммад, саляллагу алейхи вассалям, может заболеть. Но Абуталиб был непреклонен. Он поднял Мухаммада, саляллагу алейхи вассалям, к себе на верблюда. И дядя, и племянник были счастливы. Они отправились в караванное путешествие. Мухаммад, саляллагу алейхи вассалям, сидел на верблюде за дядей. Жаркое солнце полило вокруг. Караван медленно продвигался к цели, а облака на небе создавали тень для каравана. Одно облако оберегало от палящего солнца Мухаммада, саляллагу алейхи вассалям. Благодаря ему караван продолжал свой путь в тени. Дитя странствий и дорог. Дни и ночи напролет караван медленно продвигался вперед. Вот уже половина пути позади. Сильная усталость одолевала людей, и они решили сделать привал Бусре. Бусра была зеленой, прохладной местностью, которая изобиловала источниками воды. Ее прохладный воздух ублажал странников, и они решили остановиться у монастыря. В этом монастыре жил старик-отшельник Бахира. Каждый день он поднимался на крышу монастыря и наблюдал за гостями из числа прибывающих караванов. Он изучал каждый караван, словно ждал какого-то важного гостя. Из книг в монастырской библиотеке он вычитал, что явится последний пророк. Иудеи и христиане ожидали появления этого пророка. Он мечтал увидеть будущего пророка, поговорить с ним. Ведь книги сообщали, что в один из дней пророк пройдет мимо этого монастыря. Время появления пророка неумолимо приближалось, и Бахира в очередной раз поднялся на кровлю монастыря. Вдруг глаза его заблестели, словно старик-отшельник нашел то, что долго искал. Вдали показался караван, а над ним белое облако. Монах Бахира долго смотрел на облако, которое перемещалось вместе с караваном, словно желая прикрыть какого-то странника в караване от жары. «Может, это и есть пророк?» – трепет охватил Бахиру с приближением каравана. Сердце монаха колотилось в груди. Странники разбили лагерь вблизи монастыря, наопоили верблюдов и решили отдохнуть. Бахира поспешил к ним и пригласил всех на обед. Только таким образом он мог познакомиться с каждым из людей каравана. Он нетерпеливо ждал встречи с последним пророком. Странники, приняв приглашение, вошли в его дом. Пока они трапезничали, Бахира не спеша изучал их. Но вот беда! Он никак не мог найти того самого, избранного среди них. Может, он ошибся? Он вновь влез на кровлю и взглянул на караван. Не поверив глазам своим, над караваном все еще кружило то же самое облако. Бахира вернулся в комнату к гостям и спросил, «А есть ли среди вас те, кто не ответил на мое приглашение?» «Да нет, мы все здесь», — ответили ему. «Мы оставили лишь одного мальчика присмотреть за имущество. Позовите же его сюда! Я приглашаю его на обед!» Глаза Бахиры сияли от радости. «Вот он, долгожданный ребенок!» Радость Бахиры Когда светлоликий мальчик вступил в келью, Бахиру охватил трепет. Столь велико было почитание им будущего пророка. Благовоспитанный Мухаммад, салялагу алей и вассалям, сел на указанное ему место и приступил к трапезе. Все это время Бахира наблюдал за ним. После трапезы Бахира подошел к Мухаммаду, салялагу алей и вассалям, и стал изучать мальчугана вблизи. Да, он выглядел ровно так, как об этом говорили книги. Келья озарялась светом, излучаемым ликом мальчика. Монах стал задавать ему вопросы, и Мухаммад, салялагу алей и вассалям, прекрасно отвечал на них. В этом ребенке было все — ум, воспитанность, нежность, почтение. Все самые прекрасные качества человека воплотились в Мухаммаде, салялагу алей и вассалям. Но Бахира пытался найти еще одно подтверждение того, что именно этому мальчику предстоит стать последним из пророков на земле. Монах знал точно, что если он отыщет это самое подтверждение, то окончательно развеет в себе все еще остававшиеся сомнения относительно будущего этого мальчика. Он попросил Мухаммада, салялагу алей и вассалям, показать ему спину. На спине ребенка он увидел родимое пятно. Могли ли после этого оставаться еще какие-то сомнения? Нет. На сей раз Бахира был уверен. Перед ним долгожданный Мухаммад Мустафа. Пытаясь справиться с волнением, Бахира спросил Абуталиба, «Кем доводится тебе этот мальчик?» Абуталиб, опасаясь, что с Мухаммадом, салялагу алей и вассалям, может приключиться что-нибудь неладное, слукавил и ответил, «Это мой сын». «Этого не может быть!» скликнул монах. «Согласно книгам, он не может быть тебе сыном, и ты не можешь быть его отцом». Абуталиб, осознав, что Бахирой руководят благие намерения, ответил, «Да, он мне не сын, он мне племянник». «А что случилось с его отцом?» спросил Бахира. «Он умер, когда Мухаммада, салялагу алей и вассалям, еще не было на белом свете, и книги подтверждают это», заметил отшельник. Внезапно Бахира склонился к Абуталибу и прошептал, «Возьми ребенка и немедленно возвращайся домой». «Почему? Что-то случилось?» спросил Абуталиб. «Перед тобой долгожданный пророк Мухаммад, салялагу алей и вассалям. Он будет последним из пророков», ответил Бахира. «Всем ведомо его рождение, все знают и ждут его. «Повезешь его в Сирию, там его признают. А когда признают, кто может поведать нам их намерение? Так что не надо более оставаться в этом доме. Возвращайся назад. Немедленно уходи. Возьми с собой мальчика и уходи». Расстроился Абуталиб, он и не думал, что над его племянником нависла угроза. Он делал все, чтобы уберечь его. На сей раз пришлось ему прервать свое караванное странствие на полпути, продать весь свой товар в бусре и повернуть в обратный путь. Так дядя и племянник, не достигнув Сирии, возвратились назад в Мекку. Монах же Бахира достиг своей мечты. Он увидел пророка и предостерег его от будущих напастей. И он был счастлив этим». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.